В этот день 23 января родились Агюстман Ферран, архитектор, автор Александровской колонны и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 12-й патриарх московский в Сиаруси Сергий. Режиссер Григорий Александров, автор популярных советских фильмов «Веселые ребята. Волга-Волга». Один из главных режиссеров первой половины 20 века родился на Урале в Екатеринбурге. Отец Григория владел большой гостиницей и рестораном в Екатеринбурге. Он помимо состояния передал сыну отчаянный лихой характер. В 12 лет Григорий уже работал бутафором и гримером в местном театре. А в 15 лет у юноши случилась важная встреча. В годы гражданской войны он познакомился с красноармейцем Иваном Пырьевым. Он тоже станет известным режиссером. Молодые люди вместе рванут в Москву учиться театральному искусству. Вместе они работали над постановками нескольких спектаклей, а потом и над сценариями фильмов Эйзенштейна «Стачка. Броненосец Потемкин». Это стало им хорошей школой и помогло попасть на карандаш самого Сталина. Тот к тому же приметил природное чувство юмора начинающего режиссера. Однажды сказал Александрову, «Вы, насколько я могу судить, очень остроумный и веселый человек. Такие люди очень нужны нашему искусству, особенно сейчас». Так Александрову суждено было стать родоначальником советской музыкальной комедии. «Веселые ребята», потом «Цирк», «Волга-Волга». Эти фильмы открыли союзу новый жанр, звезду, актрису, любовь Орлову, да еще шлягера, композитора Дунаевского. Александров ярко ирлюстрировал своими лентами основной довоенный лозунг партии. «Жить стало лучше, жить стало веселее». Также 23 января родилась Таня Савичева, девочка, ставшая известной своим блокадным дневником. Таня Савичева родилась в 1930 году в деревеньке под Ленинградом. Дружная семья – мама, две сестры, два брата, бабушка. Она со всеми своими родственниками оказалась в Ленинграде почти сразу после рождения. Жили, как говорят, счастливо и дружно. 22 июня 1941 года отметили день рождения бабушки. Тогда же узнали, что началась война. Вся семья оказывала помощь армии. Сестры рыли окопы, гасили зажигалки на крышах города. Мама шила форму для солдат. Осенью началась блокада, перебои с питанием. Однажды не вернулась домой сестра Нина. Ее посчитали погибшие под бомбами. Именно тогда Таня и начала делать свои записи. Скупая констатация жутких фактов. 28 декабря. Женя умерла в 12 утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа 42 года. Ильяка умер 17 марта в 5 часов утра 42 года. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра 42 года. Савичевы умерли, умерли все. Осталась одна Таня. Девочку нашли посторонней, полуживой. Еще успели эвакуировать на большую землю, но силы были подорваны. Одна, без семьи, больная. Она тихо угасала в детском доме под Горьким. Летом 44 года она последовала за своими любимыми братьями и сестрами. А Таня дневник стал тяжелым страшным документом эпохи. В этот день, 23 января 1589 года, было учреждено Московское патриаршество. Иов был назначен первым патриархом московским и всея Руси. 23 января 1881 года в Большом театре состоялась премьера оперы Чайковского Евгений Онегин. 23 января 1942 года Красная Армия освободила Тульскую область. Тула – особый город на карте России. Официальная оружейная столица страны. За него Красная Армия в тяжелый 1941 год вцепилась мертвой хваткой. Сильно потрепанная в боях 50-я армия Ермакова, полк НКВД, по одному артиллерийскому и пограничному полку. Да еще несколько отрядов народного ополчения, собранных из рабочих тульских заводов. Такие силы обороняли город, а против них выдвинулась образцовая 2-я танковая армия во главе с их военным гением Гудерианом. Кроме всего прочего, Тула была южным рубежом Можайской линии обороны. Попросту говоря, передним краем обороны Москвы. Гудериан, конечно, сумел подрезать фланги советской тульской группировки. Но постоянные вязкие бои ослабили его части. Немцы сумели лишь взять Тулу в осаду. А в конце ноября пришли холода, и Гудериан записал в дневнике. Ледяной холод, отсутствие жилья, нехватка одежды, тяжелые потери в живой силе и технике. Сил не то что на Москву, уже и на взятие Тулы у него не было. 5 декабря все стало еще интереснее. Красная армия перешла в свое первое стратегическое контрнаступление на главном направлении – битва за Москву. Всего за 10 дней танки Гудериана отошли от Тулы на 130 километров. К концу января 1942 года уже и вся область была очищена от оккупантов. За испытание победы этих дней Тула получила звание города-героя. Таким был этот день 23 января.